Сегодня в игровизоре игра на околофутбольную тематику, единственный в самом жанре. Данная игра выполнена в виде стратегии, даже не 3D, а изометрии. Здесь нужно грабить магазины и на награбленные деньги закупать юнитов, оружие, выпивку и колеса. Это финальная миссия, я решил ее показать, так как здесь все возможности игры открыты и представлены в полном объеме. Вот вы видите, здесь разнообразные абсолютно юниты, кажутся своими особенностями. В этом месте нужно сломать решетку, и решеткой ломает только один конкретный юнит под названием «Бык». Но это наш отечественный перевод. Кстати, озвучку в этой игре выполнил небезызвестный Дмитрий Пучков, более известный как «Гоблин». Вот меня предупреждают, что полицейские тоже могут напасть, потому что в финальной миссии здесь уже кубок не был получен моей команде, команды или фирмы, как их называют. Поэтому его надо отобрать. Вот здесь вот отмечают, слышать игречевки, все довольны. Ну, надо пробраться через все эти кордоны и завладеть кубком. Но сначала надо денег заработать. Конечно, графика, ну, так себе. Ничего не видно, лица не прорисованы. Разрешение, как видите, тоже не очень. Я не стал его как-то подгонять, иначе будет все растянуто. Так, ищем, ищем. Я помню, что надо как-то пробраться по зрительским трибунам. В этом фургоне расположен, кстати, этот оружейный магазин, и сейчас мы пойдем в него закупаться. Кликаем, так, и выбираем у каждого юнита свое оружие. Вот, выбираем. Основное, это пригодится здесь, конечно, гранаты того юнита в маске. И два главаря еще здесь есть, им такие пистолеты-пулеметы полагаются. Здесь много, конечно, упрощений. Пистолеты убивают сразу, с одного выстрела. Особенно это, так что в прямую конфронтацию с полицейским лучше не вступать. Здесь уже пьяни все друг друга начали убивать. Что нам только на руку. Что нам надо? Нам надо пробраться. Ну, во-первых, все замочить этого полицейского. Хотя они не поддают друг другу сигналы, но лучше на всякий случай. Вот, сейчас попытаемся прорваться через эти кордоны полицейских. Так, идем, идем, идем. Вначале мне казалось, что из-за разрешения как-то нельзя вот с другой стороны пройти. Но это все-таки здесь единственное правильное решение. Увы, полицейские уже все заметили, труп своего товарища. И даже не знаю. Наверное, здесь уже как-то не получится даже. Как я уже говорил, эта игра, по сути, единственная своя в роде на околофутбольную тематику. И здесь она представлена достаточно достоверно. Ну, если больше там, естественно, английский футбол предполагается. Ну, все равно. И самое удивительное, уже более десяти лет прошло, ничего подобного не выходило. Никаких тут 3D-драг там, все это. Тут, кстати, меня это все. Видите, сразу всех убивает, бросает пену, и все. В лоб атака не вышла. Так вот, ни одна игра подобной тематики не вышла. Вот я все-таки здесь уже опустил этот процесс закупания. Пробрался на трибуну, и сейчас будет самое веселое. Конечно, пришлось использовать один чит-код на деньги. Ну, чтобы нормально так закупиться. Но юнитов, тем не менее, все равно мало. Здесь 26 максимум можно закупить на данной карте. И вот, кидаем гранаты. Соперники быстро все погибают. И устраиваем махач. Да, надо свалить, да только слишком много здесь полицейских и прочее. Вот, услышите, лязг цепей. Всех свое оружие. Внизу счетчик убитых. Вылечивается. Обязательно надо убивать этих синих попов, потому что они с пистолетами. Которые выносятся одного раза. И сматываемся. Которые выносятся. Приехался участник наш. Цель до него добраться, и все, и будет засчитана победа в игре уже. Так, копы, копы нас преследуют. Единственное, что здесь очень медленно юнит двигаться. Это надо указывать на цель какую-либо, чтобы они бежали к этой цели. Драться. Вот, там уже во всю. Махач идет. Проламываем щиты. Несколько моих товарищей уничтожили. Но все равно идем вперед. Потому что неважно сколько останется в живых. Здесь даже неважно в этом месте спасутся ли главари. Важно донести кубок. Поэтому вступаем в небольшую потасовку. Кидаем гранаты. Цепями всех выносим. И тут уже куча мала просто. Так, носителя кубка замели немножко. Ну, это не страшно, потому что пока еще полиция. Полиция, она идет. Так, так, вот он уже взял кубок. Один из моих товарищей. И надо просто указать к ним к машине. Но они все равно не спеша, пешком идут. Вот, все уже стянулись. Все возможные юниты. Вот, опять дракон. Надо оставить пару человек, чтобы они задержали пребывающие силы врага. И хотя бы вот одного. Надо добить вот этого мелкого юнита, у которого оказался наш кубок. Оп. Все. Ну, давай, давай. Пару человек обязательно. Все. Встали прям грудью. По жертву. Ну, я думаю, что там. Ну, на 15 суток заберут за хулиганство. И все. Вот. И кубок наш. И они все равно не спеша возвращаются. Да, бери, бери. Там уже во всю махач. Вот это вот такая изюминка этой игры. И. Да, это кстати эмблема. На асфальте означает, что там наш бар захвачен. И вот. Победа. Игра пройдена, можно сказать. Здесь статистика. Так что игра очень достойна внимания. И сейчас будет финальная заставка. Я думаю, вы слышите очень знакомый голос. Он, да, начинал как-то цикр. Еще помню, озвучил довольно малоизвестную игрушку Горький 18. Это все начало нулевых эпоха. И вот нам показывает то, к чему мы шли. Всю игру. Чокнутые ублюдки. На гастролях 2002 года. Спасибо всем за внимание. Это был Игровизов. И я. YourDead2332.